Друзья, приветствую на канале. Сегодня готовлю тот самый знаменитый торт на сухом молоке по просьбе подписчицы. Торт продавался в советское время у нас в магазине. Он был известен как торт пионер. Торт особенно был популярен среди детей, школьников. Именно поэтому он наносил такое название. Рецептуру максимально приблизил к тому времени. Старшие поколения, которые пробовали этот торт, сказали, что вкус этого торта максимально схож с тем, который продавался в то время. Возможно, в вашем магазине торт назывался иначе, но у нас он назывался пионер. Именно поэтому я оставляю оригинальное название торта пионер. И как обычно, все особенности рецепта я расскажу в рекомендациях. В яйца всыпаю сахар и соль. Всыпаю все сухое молоко. И вымешиваю на высоких оборотах миксера в течение трех минут. Добавляю муку и разрыхлитель. Ее окончательно перемешиваю миксером. Рекомендую вымешивать тесто под углом 45 градусов. Вот в таком направлении, чтобы насыщать тесто кислородом. Форму с тестом с предварительно выстеленной пекарской бумагой, смазанной по бортам сливочным маслом. Выкладываю все в молочное тесто. Форму с тестом убираю в заранее разогретую до 170 градусов духовку на 40 минут. Готовной выпечки проверяйте деревянной шпажкой. Для приготовления крема в сотейник с горячей водой установлены на плите. Всыпаю сухое молоко и тщательно перемешиваю, чтобы сухое молоко полностью растворилось в жидкости. Главное, чтобы не было комочков. И пока заварная основа готовится, в яйцо всыпаю сахар и муку. Перемешиваю, чтобы все сухие ингредиенты вмешались в яйцо. Затем добавляю немного молочной смеси горячей и перемешиваю. Далее, тонкой струйкой, непрерывно вымешивая, вливаю молочную основу. Недолго перемешиваю. Переливаю молочную основу обратно в сотейник. И непрерывно помешиваю. Довожу заварную основу до загущения. Я обычно мощность плиты ставлю на высокий уровень. И как только заварная основа загустеет, я обычно добавляю на средний, либо на минимальный. Если вы ставите на высокий уровень, то вымешивание должно быть непрерывным. То есть от плиты нельзя отходить, иначе крем прилипнет и подгорит. Как только крем начинает густеть, рекомендую убавить сразу мощность плиты на минимальный уровень. И продолжать вымешивать до окончательного загущения. Друзья, ну посмотрите, вот крем загустел. Он должен быть вот такой. Точнее, заварная основа. Это говорит о том, что он готов. Снимаю сотейник с огня. Добавляю сливочное масло. И перемешиваю, чтобы масло растворилось в заварной основе. Переливаю заварной крем обратно в емкость, уже для остывания. Накрываю крем в контакт. Устанавливаю чашу с водой, емкость с кремом, чтобы он быстрее остыл. Для сиропа в горячую воду добавляю сахар и сухое молоко. Тщательно все перемешиваю. Выпеченный бисквит доставляю на решетке до полного остывания, а затем убираю в холодильник для охлаждения. Охлажденный молочный бисквит разрезал на три бисквитных коржа. Холодный молочный корж пропитываю охлажденным молочным сиропом. Рекомендую больше пропитать именно края коржа, потому что они больше всего подсыхают. Выкладываю первую партию охлажденного заварного молочного крема и палеткой осторожно распределяю крем по всей площади коржа. Крем разделите сразу на три порции. Две порции пойдут во внутрь торта, последняя пойдет на выравнивание. Также рекомендую формировать небольшой бортик газоварного крема, тогда торт будет иметь более ровную форму, форму цилиндра. Он не будет как бы проседать, а будет четко стоять. Выкладываю второй корж поверх крема и повторяя идентичные манипуляции, собираю торт. На выравнивание можно оставить даже чуть меньше крема, чем в прослойке торта, потому что основная большая часть крема должна уходить все-таки между коржами. Выравнивание это просто как завершающий этап. И после того, как уложить последний корж, немного придавливаю, совсем чуть-чуть, чтобы крем не вылез, пропитываю сиропом. Вкладываю оставшийся крем и окончательно выравниваю торт. Сначала сверху, а затем и сбоку. После сборки браю торт в холодильник для напитывания и стабилизации на 8 часов. Для декора рекомендую обсыпать торт белым шоколадом. Вы можете обсыпать молотыми орехами или украсить ягодами. Друзья, торт получился очень вкусный, очень нежный. Вот такой он внутри. Напомню, что торт на сухом молоке. Старшее поколение, которое попробовали этот торт, сказали, что мне удалось добиться именно тот самый вкус того самого торта Пионер, который продавался в советское время в магазине. Я точно не могу вспомнить вкус, но те, кто уже пробовали этот торт, сказали, что именно этот вкус. Единственное, от себя я добавил только белый шоколад. Тогда он просто просыпался орешками. Но мне показалось, что с шоколадом будет значительно вкуснее. Я уверен, вам понравится. Друзья, спасибо, что смотрите мой канал. Ставите лайки, пишите комментарии. Делитесь моими рецептами в своих социальных сетях. И увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok